всех приветствую сегодня хочу рассказать о том как сделать облик вашего бревенчатого дома абсолютно уникальным при помощи кровли с вами петров павел архитектор компании покров ставьте лайки и мы рассказываем как бывает зачастую люди заказывают проект заказывают деревянный дом устанавливают его себе на фундамент и думают что как будто бы на этом все строительство закончилось или основное строительство закончилось но на крыше ослабляются выбирают не те материалы и соблюдать технологию и в итоге общий облик дома очень сильно беднеет вплоть до его полного разрушения но дело в том что даже какой-нибудь пяти стенок под баню стоит достаточно больших денег и сэкономив на следующем этапе мы теряем полностью весь ансамбль архитектурную идею и задумку а ведь этот вопрос очень важен ну во первых сруб привозится на фундамент заказчика пока он стоит на площадке за ним следят его антицептируют отмывают очищают всевозможной случайной плесени или еще чего-то и как только он попадает на площадку об этом рискуют забыть а в этот момент нужно срочно делать крышу раньше была такая такая идея делать ее временной там из рубероида или еще чего-то сегодня с нашими ценами это временная кровля она вылетает в копеечку мы делаем всегда постоянную кровлю сразу почему это необходимо потому что внутри бревен находится утеплитель часто используют натуральные материалы джут шерсть мох войлок всевозможный все эти материалы при намокании сгниют буквально за какие-то месяцы и даже влаги в бревнах для этого вполне достаточно какие же могут быть косяки неправильные вещи которые можно сделать на кровле без настоящего надзора без участия специалистов ну во первых на усаживающихся фронтонах могут сделать жесткую кровлю могут сделать скользящие скользящие стропила на усаживающихся фронтонах а в яндовых в желобах сделать ее жесткую вот это самый классический случай который бывает очень часто из-за того что фронтоны уседают стропила крайне разъезжаются центр крыши выпирает мы такие дома можем видеть очень часто это происходит частенько утепление крыши желательно делать сразу потому что мы дальше можем сделать теплый контур быстро в доме и начать дом отапливать это важно для равномерной сушки всего стенокомплекта также традиционно мы делаем крыши с большими свесами это защищает наш сруб от дождя от всяких осадков это дает место вдоль дома полностью закрыты от дождя место для каких-то террас для кого-то столика для кресел то есть свесы для крыш большие свесы очень важны как же и сделать правильно ну во первых нужно подобрать все материалы цветовая гамма крайне важно нужно сделать большой слой утеплителя этой крыши позаботиться о всех шахтах проходах вентиляции и дымоходов всевозможных труб окон все это должно находиться в одном проекте раздел раздел ар и вот все должно следовать именно этому проекту необходимо сделать визуализации фотографического качества чтобы понимать в какой цветовой гамме как конкретно мы прибиваем каждую доску с каким шагом мы делаем крепеж какие мы делаем снегозадержания именно вот важно прямо сечение толщины все буквально это все должно быть в проекте и кроме всего прочего на нашей стройке должен быть технадзор и прораб который сделал уже ну не одну и не две и не три крыш и сделал их хорошо вот в такой ситуации вы можете быть уверены что у вас будет крыша хорошая что касается выбора кровельного покрытия для наших домов очень хорошо подходит черепица фальцевая медная кровля но сейчас просто это очень дорого все эти материалы это конечно премиум сегмент дело в том что дом построить очень дорого особенно очень дорого построить деревянный дом и наше дерево оно соответствует этим материалам это реально премиальный класс строительных материалов если же по какой-то причине заказчик должен сэкономить значит все материалы нужно подобрать соответствующей цитовой категории не нужно скажем покупать профилированный брус и крыть его керамической черепицей но и кедровые бревна накрывать шифером это тоже нелепо словом если бюджет ограничен то можно сделать подобрать все материалы и сделать очень красиво архитектурно выверено так чтобы бюджета хватило для этого опять же необходимо необходимо чтобы был целостный подход архитектуры и строительства и так возвращаясь к нашим премиальным дорогим бревнам из кедра лиственницы и сосны мы бы хотели сейчас вот рассмотреть такой класс кровель как усаживающиеся скользящие крыши когда у вас простой дом с двумя фронтонами расположенными против с противоложной стороны друг напротив друга проблем никаких нету и у вас два ската как бы съезжают в разные стороны фронтон или уменьшаются а стропила съезжают кроме одной проблемы то что наружные фронтоны сохнут меньше чем внутренние и эта усадка иногда заметно здесь нужно применить соответствующие методы компенсации этой усадки мы это делаем на этапе рубки при причерчивании каждого бревна мы компенсируем их завешиванием бревен как правило этого бывает достаточно с необходимой точностью на каждой крыше это уже проверенная нами технология если у вас фронтоны встречные расположены под углом друг другу скажем под любым углом то съезжающие части кровель начинают упираться друг в друга и здесь тоже нужно применить соответствующую технологию компенсации этой усадки яндова которая сочленяет эти две два две части крыши также должна усаживаться и съезжать и опять же будет вопрос по всем внутренним стенам не только на крыше на фронтонах но и на всем первом этаже дома это также необходимо все продумывать изначально при расположении всевозможных печей и топительных предметов если вы скажем поставить возьмете какой-то большущий огромный дом и поставите в центр большую печь она у вас обязательно нагреет все внутренние стены и они соответственно сядут сильнее особенно сядет сильнее кедр и особенно сядет сильнее кедр как на который давит сверху второй этаж на одном из крупных домов у нас усадка на кедровом доме составила 45 сантиметров то есть вот такое реально было такой опыт лет десять назад я увидел поэтому конечно обращаться за постройкой крупных домов нужно к специалистам которые построили ну много домов которые не просто их срубили а зачастую у нас в россии производители рубленых домов это просто рубочные площадки которые производят какие-то какие-то полуфабрикаты отправляют их дальше дизайнером и дальше дизайнера что-то с них пытаются слепить как правило эта практика которая чревата тем что очень много потом придется переделывать сегодня строительство деревянных домов очень дорого специалисты за любые свои работы берут очень большие деньги поэтому стройте с первого раза стройте со специалистами с вами был петров павел архитектор компании покров и и и и и и и и